Всем привет! С вами Ксения и канал Интересные Факты. И сегодня мы поговорим о шести войнах, начавшихся из-за глупости. В путешествиях Гулливера Джонатана Свифта между двумя империями Лилипутов разгрелась крылопролитная война из-за варенных яиц. Одни считали, что яйцо необходимо чистить с острого конца, а другие верили, что это нужно делать с тупого конца и никак иначе. Реальных войн и международных конфликтов, разгоревшихся из-за ерунды, мировая история знает немало. Война из-за ветра В XII-XV веках в Италии все итальянцы делились на два лагеря – Гвельфы и Гебелин. Гвельфы считали, что Папа Римский должен быть главнее императора. Гебелин, что император Священной Римской империи превыше всего. Итальянский город Модена был во власти Гебелин, а находящийся не под реку Болонья почитала Папу. Соответственно, Бал там правили Гвельфы. Отношения двух селий в начале XIV века накалились до такой степени, что вернуть города в войну могла любая мелочь. Этой мелочью оказалось деревянное ведро. Гебелин и Модены в 1325 году устроили набег на Болонью, ограбили несколько домов балонцев, а награду сложили в связанное в городском колодце ведро. Гвельфы Болоний, обнаружив пропажу городского ведра, были в ярости и объявили войну. Эта война из-за ведерка стоила жизни двум тысячам человек, в которой Болонья проиграла. Годом позднее правитель Модены получил взятку от Болонии. Результаты войны были аннулированы, и Гебелина осталась у разбитого дубового ведра. Война из-за свиньи Остров Сан-Хуан на границе США и Канады был спорной территорией. Из-за неточности карт и неточности формулировок в договоре Остров считали свои жители США и англичане. Фермерам Гриффину и Катлеру удавалось жить мирно, до тех пор, пока свинья Гриффина не боялась разрывать картофельные грядки Катлер. Однажды Катлер поймал хрюшку и в порыве гнева пристрелил ее из ружья. Опомнившись, он пошел к Гриффину и предложил соседу компенсацию в размере 10 долларов. Но меньше чем за 100 баксов Гриффин отказывался мириться. Торг соседей закончился международным конфликтом. Фермеры попросили заступничества у своих властей, и вскоре на Крошечном острове окопались 400 американских солдат, а у берегов в ожидании боя встали британские корабли с 2000 солдат на борту. К счастью, руководители двух стран вовремя осознали абсурдность ситуации, и война завершилась, так и не начавшись. Война из-за отрезанного уха В 1737 году английский купец Дженкинс на заседании палаты общин в британском парламенте махал перед носами собравшихся банкой с заспиртованным в ней ухом. Он утверждал, что это его собственное ухо, а отрезали его испанцы. Англичанам этого было достаточно для начала войны с Испанией, тем более конфликт зрел давно, надо было только найти причину. Великобритания хотела положить конец испанскому доминированию в Карибском море, да и испанские пираты действительно нападали на английских моряков. Война за ухо Дженкинса продолжалась 3 года, а затем разрослась до всеевропейской войны за австрийское наследство. Война из-за результатов футбольного матча В 1969 году между Сальвадором и Гондурасом разгорелась война из-за результатов футбольного матча. Футбольная война длилась всего 6 дней, но успела унести жизни 2000 человек. У Гондураса и Сальвадора в то время были очень плохие отношения. Если бы не футбол, нашлась бы другая причина к давно назревавшему конфликту. Футбольные команды двух стран боролись за выход в чемпионат мира по футболу 1970 года. В первом матче победил Гондурас, во втором – Сальвадор. Тогда была назначена третья решающая игра. Между второй игрой и финальным матчем из-за стычек болельщиков Сальвадор разорвал дипломатические отношения с соседом. Третий матч Сальвадор выиграл со счетом 3-2. Тогда Гондурас тоже разорвал дипотношения, и страны объявили всеобщую мобилизацию. Война из-за собаки 19 октября 1925 года греческий пограничник погнался за сбежавшим с привязи псом и не заметил, как пересек границу с Болгарией. Болгарский пограничник пристрелил нарушителя. Отношения двух стран были на тот момент, мягко говоря, натянутыми, поэтому Греция тут же объявила Болгарии ультиматум. Или болгары судят своих пограничников, выплачивают компенсации семьям погибших и приносят официальные извинения, либо война. Условия ультиматума не были выполнены, и 22 октября греческие войска вошли в болгарский город Петрич. Во время битвы за город погибло полсотни болгарских солдат. Болгария в срочном порядке попросила заступничества у Лиги наций, которая призвала враждующие страны в порядку, вынудила Грецию увезти войска и заплатить Болгарии 45 тысяч фунтов компенсации. Война с Эму. После сезона размножения Эму обычно отправляется из внутренних регионов Австралии к побережье, где как раз в конце 1920-х годов в связи с Великой депрессией была увеличена площадь посева пшеницы. Эму очень понравились новые поля, крупные птицы ломали изгороди и раздоряли пшеничные поля. Фермеры обратились за помощью к государству. Так как поля принадлежали в основном ветеранам Первой мировой войны, то упострадавшие фермеры решили сразу же перейти к боевым действиям в отношении Эму и попросили у правительства пулеметы. Война началась в октябре 1932 года, когда майор Мередит и несколько подчиненных ему рядовых открыли огонь по бегущим на них Эму. В декабре того же года майор отчитался о разгроме неприятеля. Австралийцы не понесли потерь, при этом были убиты почти тысяча Эму и еще примерно 2500 птиц скончались от полученных ран. В войне людей со страусами положили конец заборы, возродившиеся вокруг посел на пути эмиграции птицы. Таким же образом, австралийцы защищаются от кроликов и собак Динка. Вдоль и поперек Австралии тянутся заборы для защиты от этих животных и собачий забор называют еще Великой Австралийской стеной. Друзья, не забывайте ставить лайки и жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами была Ксения и канал Интересные Факты. До новых встреч!